доброе утро все машинки не могут выехать вся стоянка прилипла но тоже такое место по нас то неужели нельзя вот почистить там людям что-то нормально выезжать но видите у него еще телега ями стоит он ночью не обратил внимание встал а нам никак не выехать машинка спереди и он сбоку зад тоже не сдать вольво стоит короче мы в тюрьме заставили не взад не вперед мы-то выйдем в любом случае вот наша машинка тоже стоит пойду будить человека наши документы готовы нужно как-то помогать вольвочки тоже сейчас узнает насчет лома и будем выдалбливать надо как-то его отправлять на выезд кстати да в такой же как у нас был ангель 738 будет человека еще раз доброе утро все коллега на вольве дернет его назад немного да выскребься дерево как улей а мы думаем или сюда вправо но это рискованно либо бойцы вот по левой стороне вокруг дафа и выскочить туда ехать как-то паттерники на кольцо здесь рискованно здесь уже все обледеневшие надо разворачиваться снег валит и валит и говорят на григорах еще и хуже мы стали удачно хорошо стали вот прилипли да да и мы прилипли блокировку и пробуем раскачивать раскачка поддается пока еще не закопались но раскачка хорошо дается все пошли назад отлично со своего места мы сдернулись и теперь нам надо вот здесь еще вот обратите внимание вот вольвочка выезжала забыл заснять тут бугор и телега держала его но у него цепи ему повезло то есть он выскочекся и мы сюда сейчас без цепей залезет так нету спереди никого сзади тоже никого газу даем газу газу и пошел больше газу вы хорошо хорошо скания может и 21 тонна решает все едем на кольцо но надо противоположную сторону надо разворачиваться вольво здесь конечно очень сильно очень долго пострадала но он закопался если бы он изначально чуть в раскачку и упускал да у него левое колесо вообще было провалилась очень сильно и лом уже не помогал то что он сбивал там и посыпал уже глубокую яму выкопал он уже докопался до асфальта до земли и смысла не было в то что колесо в яме находилась если бы он ее сразу по чуть-чуть по чуть-чуть раскачивал раскачивал это все да если уже все то не надо закапываться больше асад отдавить до беспамятства совершенно верно смотрю давно в этом бизнесе все поехали на границу там говорят еще апокалипсис снежнее больше снега все как мы любим поехали посмотрим что там творится посмотрим что там на девятке если девятку не чистит вообще я так думаю что надо как-то переваливаться на м-1 а как ты перевалишься на м-1 через великие луки там тоже будет не почищена там если станешь то вообще никто тебе не поможет не спасет да весна только поможет в общем короче будет день будет пища надо еще через границу перевалиться да все документы мы забрали получили все готово поехали потихонечку смотреть что там за колейка обстановочка и переваливаться через границу наша машинка там тоже стоит но она уже стоит в обратную сторону поэтому еще скрутанёмся даже если что от притормозим на полосе здесь на аварийке посмотрим но он не должен тоже закопаться он тоже на ровной стоит дороге он вчера четыре часа говорит промучился тоже заехал остановился и прилип на четыре часа ночью обращаем на то на внимание на то как чистят снегоуборочные машины смотрите он ни хрена не почистил даже если ну на камеру не видно он даже не до конца опустил не до конца опущен он приподнят на сантиметр два я вашу почистил что не почистил одно и то же как сказал один человек говорит экономит солярку да да вот так вот то наш он без проблем тоже выехал и впереди все едем на границу потихонечку двумя машинами если что взаимопомощь что я здесь один напомню водитель так что у нас по скоропорту скоропорт имеется в машинке на обочинах по живой очереди закапаны откапываются не могут выехать здесь уже становится отдыхать просто в полосе чтобы не съезжать на обочину потому что не выйдешь с обочины никак либо придется очень много постараться потрудиться чтобы выехать и вот видимо нашу очередь скоропорта метров 350 будет да по живой в районе 500 машин судя по полончику который дают после кольца в будке живой очереди 500 машин уже разгружается граница перед новым годом поменьше машин что-то у нас тут пока притормозимся посмотрим пойдем узнаем хотел ходить посмотреть но у меня один кроссовок сказал а лаверды обещал вернуться я знаю где потерял это когда он брал талончик и ну блин здесь разворачиваться ехать за кроссовком такой себе такой себе вариант в общем ладно они дешманские рыночные рабочие можно так сказать обувь есть домашняя на выход можно сказать так что границу пройдем а в россии уже какие-нибудь бурки зимние купить можно будет доехать до первой стоянки да так что проверяйте когда залазить вроде тоже залазил вроде нормально поставил разулся нет до свидания сказал не хотел с нами проходить и едет в холоде не хочет так смотрите мы взяли талончик 1445 по очереди я тут посмотрел 91 80 как здесь по номеркам запускают по последним четырем цифрам всего очередь с момента когда мы взяли талончик было 500 машину в районе 500 я так посчитал округлил выписали нам в 1445 и получается за шесть часов грубо говоря мы проехали метров 300 а запускают здесь две машины с карапорта одна из живой очереди 40 минут без движения вообще ни одной продвижки впереди машинки тоже не двигаются замытили бутербродиков со шпротами паштетом паштет кстати польша дешевые 4 злотых и нормальные по вкусу не горчить не перчить нормально ну и само собой шпротики латышские очень вкусные так что мы перекусываем а дальше у нас тоже все холодильник пустой мы-то знаете на россию выскакиваю дальше есть кафешка в накопителе если что можно будет сходить попозже вы перекусите си нам этого перекуса будет недостаточно и чайок заварим кофеек чайок попьем под кинцо поставим сейчас планшет или ноут с кино посмотрим чем-то тупчик ключи можно уже перекидывается симку русская уже тут принципе ловит а до шлагбаума нам осталось метров 200 но это с тем учетом что с накопителя еще машинки выезжают вообще раньше как одна машина с общей очереди одна машина с накопителем так как два скоропорта идет и одна из общей то возможно принципе здесь таков что мы двигаемся с карапорт проезжаем две машины с накопителя выезжает одна машинка из общей очереди но как там на самом деле я пока еще не вижу но ходит такое себе удовольствие снега по коленам валит и валит до сих пор двумя машинками идем впереди тоже товарищ нас отдыхает если уснет мы его там подбудем вот пока латыши плохо работают я уверен что это латыши потому что в россию мы заедем там никого ни одного человека не будет как это всегда что они здесь оттормаживают я не знаю вроде бы по факту под навес заезжаешь быстро-быстро но но оформление быстро а ждешь именно досмотра таможенника в прошлый раз мы стояли полтора часа под навесом потому что два человека две таможенницы работали то они бегали туда-сюда туда-сюда одна на месте одной нет одна на месте другой нет и вот так вот менялись одна девушка оформляет допустим под навесом пять машин вот она пять машин оформляет только тогда эти пять машин с под навеса уезжают следующие заезжают и все по кругу поэтому такая вот медленная движуха меня тут в инстаграме немного напряглись видео и джонни уже наверно минут сорок пытается определить оригинальное масло у него или нет потому что сказал подписчик в инстаграме что 90 процентов на гуряное палевное масло то есть подделка вот мы изучаем по оригинальным брендам ну то есть по этой таре по штрих-кодам по всему этому которая на таре надписи имеются все это изучаем ну как бы я своем определил у меня и штрих-код бьется по оригиналу на завод мэрса то есть на сайт мэрса и показывает что все оригинал и сделано бельгии джонни тоже вот посмотрит вроде оригинал но не может никак успокоиться все таки вот все пробивает и и читаешь изучаешь да да все нормально не исключено надо сто процентов убить и все оригинально наклеек у нас нет потому что у нас без акцизы мы покупаем в евросоюзе поэтому наклеек у нас от слова совсем быть не может а то что там на сайтах которые русские сайты показывают у них соответственно будут наклейки потому что у них акцизная старые банки везде старые банки это старая бутылка новая банка все у тебя по даже изучили там получается есть дата из изготовления тары масло масло то нет это тары а тара снизу а тара снизу но это масло и тара снизу и вот бьется все тетелька в тетельку то есть соответствует тара изготовлена раньше чем масло а когда покупаешь подделку иногда бывает такое что тары выпущена позже так что все зашибись не парься так мы потихонечку уже заехали на границу здесь перед навесом буквально машин восемь в двух рядах решили поужинать приготовим гречку только закинули ставлю на 40 минут принципе нормально и за минут десять закинем колбаски польские тоже разбухнут вкусненько будет чайок у нас в принципе больше нету холодильник пустой никуда не заходили ничего не покупали тянули до россии все в россию нас кафешки кафешки и кафешки а закупы уже будут дома плюс лёха приторбанит даст дома тоже готовую пайку продукты какие-то вот у нас остались у нас только крупы чай кофе сахара то все понятно и сгуща осталось в этом в холодильнике даже хлеба нету без хлеба придется кушать так что вам приятного аппетита тоже там заваривайте чайок кофеек будем вместе ужинать на сегодня такой поздний ужин а что мы сегодня мы сегодня только он бутерброда со шпротами перекинули перекинули да и все ай кофеин сюда вот у нас ужин обед и завтрак можно сказать в одном лице так ну что дальше у нас проход границы я уже буду отдыхать джоня пройдет поможет наш водитель тоже с нашей фирмы поможет объяснить расскажет а я в это время массу потоплю чтобы после прохода сесть за руль и уже доехать до таможни поэтому всем спасибо за просмотр увидимся уже с вами в россии в следующем видео я думаю что впереди у нас много чего интересного всем пока